Партнер программы – холдинговая компания «Кузнецкий Альянс». «Кузнецкий Альянс» – это всегда качественная спецодежда, строительные и отделочные материалы, противопожарное оборудование. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен. «Кузнецкий Альянс» «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен. За 10-дневное путешествие ребята успели покорить Северный полюс, пережили сильную бурю, переправились через разводья. Инициатора похода, детского омбудсмена Астахова новокузнечане теперь называют товарищем. И, вернувшись наперебой, рассказывают о своей встрече с президентом страны. С юными полярниками пообщалась Елизавета Черняк. «Увидел первое, что белая пустыня, ничего больше, никакой растительности, ни живой природы. Своя красота, своеобразная». Чтобы отправиться на Северный полюс и увидеть то, о чем рассказывает Никита, нужны крепкая воля и закаленный характер. Поэтому, несмотря на раннее утро, в Новокузнецке ребят встречают как героев. В аэропорту собрались друзья, воспитанники детских домов, педагоги и сотрудники городской администрации. Экспедиция во главе с детским омбудсменом Павлом Астаховым длилась полторы недели. Первое, с чем столкнулись полярники – суровая погода. Температура в районе минус 40 и снежный буран. Но самое яркое воспоминание – переправа через Северный Ледовитый океан. «Когда мы переплывали через разводье, оно было достаточно большое. Мы, когда увидели его, мы встали на ночевку, переждали. И на следующий день там немного подмерзло, и мы стали переходить, переплавляться. Сначала шли на лыжах до половины, а потом, когда уже лед был совсем тонкий, мы снимали лыжи, клали в сани и перекатывались в гидрокостюмах в разводе и плыли». Для 16-летней Алены это путешествие превратилось в настоящее приключение. Девочка мужественно вынесла все испытания. Правда, не все ее ожидания совпали с реальностью. Собираясь в экспедицию, предполагала, что на Северном полюсе будет гораздо теплее. А в остальном, по словам новокузнечанки, все прекрасно. За все это время она испугалась лишь раз. «Страшно? Было, конечно. Особенно, когда была сильная буря, и ты сидишь в этой палатке и думаешь, что сейчас палатку куда-нибудь отнесет, либо что-нибудь другое случится». В полярной экспедиции участвовали двое ребят из Кузбасса. В своем твиттере омбудсмен не раз отмечал их заслуги. Да и новокузнечане остались довольны общением с Павлом Алексеевичем. Говорят, он не раз скрашивал суровые северные будни. Вспоминают, как отмечали Пасху. А однажды даже пекли блины прямо в палатке. «Для меня, по крайней мере, он был товарищ, а не какой-то важный человек. Он такой же был, как и мы. Он слушался Бориса и Матвея». После возвращения в Москву участники полярной экспедиции встретились с Владимиром Путиным. Знакомство с президентом для ребят отдельная тема. Говорят, многие волновались не меньше, чем когда покоряли Северный полюс. И если президент первым делом улыбаясь спросил, как вас туда занесло, то перед местными властями стояли совсем иные вопросы. Как их отпустить? Вы знаете, когда был квалификационный отбор, это был очень серьезный подход именно к физическому состоянию детей, именно к их, наверное, каких-то достижениям. И мы гордимся тем, что из Новокузнецка ребята наши попали. Это вообще большая, наверное, ответственность не только города, но и области в целом. Подробнее о своей поездке юные полярники рассказали воспитанникам родного для Никиты детского дома номер 95. Показывали фотографии и отвечали на вопросы. Встреча растянулась на несколько часов, но и этого времени оказалось недостаточно, чтобы рассказать обо всем, что они увидели и узнали. Однако главная мысль все же прозвучала. Мечтам, пусть даже самым невероятным, суждено сбываться. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. И сегодня губернатор Аман Тулеев встретился с Аленой Карпенко и Никитой Некрасовым, а также с их наставниками. В областной администрации глава Кузбасса вручил детям медали за честь и мужество, а их преподавателям и воспитателям областные награды за веру и добро, и материнская доблесть. Губернатор отметил, что Алене и Никите следует проводить встречи со школьниками Кузбасса и рассказывать им об этой экспедиции. Аман Тулеев также выразил уверенность в том, что после похода на Северный полюс подростки сумеют достигнуть любой цели. Сосновый Бор в Кемерове будет признан особо охраняемой территорией. Об этом рассказали на выездном совещании, которое прошло прямо в лесу. Представители областной и городской администрации, а также Кузбассской ГИБДД сообщили, особый статус Бор получит предстоящей осенью. До этого времени он будет находиться под пристальным контролем властей. Сейчас в Кузбассе объявлен пожароопасный режим. В связи с этим сотрудники администрации призвали кемеровчан и гостей города не мусорить в Сосновом Бору, поскольку даже из-за брошенной бутылки может произойти возгорание. Кроме того, на территорию лесного массива запрещено выезжать на машинах. Штраф за нарушение этого правила составит полторы тысячи рублей. Будем приминать все, вплоть до ежей, чтобы проколоть колеса, чтобы сюда не заехали, кто заедет, и штрафные санкции по закону, а дальше на нерадивых, ну, все постараемся принять, в том числе, может быть, казаков сюда на охрану, но если граждане не понимают. Губернатор области обратился к руководству главного управления внутренних дел по Кемеровской области с требованием принять все необходимые меры в рамках законодательства по охране данной территории. Я думаю, что здесь и не только силами подразделений ГИБДД, но еще и охрану общественного порядка, вплоть до патрулирования воздушного пространства на вертолете. Молочные берега Америки скоро разольются в Кузбассе. Холдинг «Сибирский деловой союз» на базе животноводческого комплекса «Ваганово» будет выращивать буренок рекордсменок. О новом проекте взаимовыгодного сотрудничества сегодня шла речь на встречу губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. И вот о чем удалось договориться. Все подробности в сюжете. Глава американской компании, поставщика эмбрионов племенных коров с высоким генетическим потенциалом, поездкой в Кузбасс доволен. В животноводческий комплекс «Ваганово» его компания поставит 1200 эмбрионов будущего поголовья, который поднимет животноводческую отрасль Кузбасса на качественно новый уровень. Конструктивных проблем мы не увидели. Ваш животноводческий комплекс добился колоссальных результатов за последнее время. Поэтому наша цель – увеличивать и надой, и генетический уровень животных. В селекционно-генетическом центре хозяйства «Ваганово», оснащенном передовым зарубежным оборудованием, приобретенные эмбрионы будут посажены коровым-реципиентом. Уже через несколько лет, повзрослев, они смогут давать до 100 литров молока в день. Задача сложная, но в хозяйстве верят – все получится. Тем более, что на вооружении животноводческого комплекса и самое лучшее селекционное оборудование, и лучшие умы. Мы планируем в ближайшее время подписать контракт на покупку 1200 эмбрионов на ферме Тома. И в течение лета приживить нашим коровам, и на следующий год получить высокопродуктивный скот, где надой будет до 16 тысяч литров на одну корову. По поручению областных властей, контракт на покупку эмбрионов коров голштинской породы планируется подписать в самое ближайшее время. Не так давно хозяйству «Ваганово» был присвоен статус племрепродуктора. А это значит, что комплекс сможет не только своевременно обновлять собственное поголовье, но и поставлять высокопородистый молочный молодняк другим хозяйствам Кузбасса и Сибири, поднимая надои и помогая решать продовольственные задачи региона и страны в целом. Дарья Хрисампова, Остап Григориан с новостью моего города. Кузбасские инвалиды улетели в Крым. Воскресным утром спецрейсом из Кемерово 155 жителей области отправились в специальные санатории Солнечного полуострова. В число отдыхающих попали инвалиды-активисты, спортсмены и деятели культуры. На курорт кузбассовцев проводила и наша съемочная группа. Сергей Елизаров за свою жизнь перепробовал многие дисциплины – гимнастику, боевое искусство, теннис. И даже после травмы не бросил своего увлечения. Сейчас он участвует в соревнованиях и тренирует здоровых спортсменов. Сергей – один из 155 человек, получивших возможность поехать в Крым. Я вот хотел бы в Севастополь съездить, посмотреть, побыть там. Смотрел передачу, показывали захоронения севастопольских моряков и так далее. То есть, ну, хотел бы тоже там побывать, отдать дань памяти морякам, которые защищали советский, русский Крым. В санатории, в котором будут лечиться кузбассовцы, один из лучших в стране, отбирали кандидатов на лечение по степени их активности в общественной жизни. Сюда попали деятели искусства, спортсмены и активисты. А сопровождать их будет заместитель губернатора Галина Астертак. Вы знаете, что с бюджетом у нас сейчас большие сложности, но тем не менее губернатор пошел на то, чтобы привлечь внебюджетные фонды и привлечь собственников предприятий, которые помогли в организации этой поездки. Путевки нам все-таки, поскольку мы там первая группа, другие территории еще, я так поняла, никто не ездил. Москвичи и то поедут только летом. Мы вообще первые в России. Нам сделали хорошую скидку и за путевки из внебюджетного фонда мы заплатили не так много денег. 4,4 миллиона рублей. Самолет, на котором кузбассовцы отправились покорять Крым, специально оборудован для инвалидов всем необходимым. Рассаживать спецпассажиров в самолете будут волонтеры. Предполагается, что по итогам этой поездки подобные вылеты будут совершаться регулярно. Остап Григориянц, Антон Лимонов, Константин Червяков. Новости моего города. И в продолжении темы. Сегодня в России стартовали продажи единого билета в Крым. Он объединяет железнодорожное, автобусное и морские сообщения. Перевозки по такому билету начнутся уже с 1 мая. К примеру, из Анапы в Симферополь поездка на пароме и автобусах обойдется в 350 рублей, а вот из Краснодара дороже – 750 рублей. О демократичности цен на сайте российской газеты рассуждает заместитель главы Минтранса Николай Асаул. Тариф рассчитан и с учетом того, чтобы сумма проезда на поезде по территории России, а потом на перекладных, на автобусе и пароме, по стоимости не отличалась бы от цены перевозки коротким путем в Крым через территорию Украины. Сейчас уже рассчитаны тарифы в Севастополь, Симферополь, Евпаторию, в Ялту и Керчь. Попасть туда можно будет из Анапы и Краснодара. Продолжение следует...